Здравствуйте, с вами Михаил Тишин и проект 1612 Диалог. С нами на связи известный российский журналист Александр Баринов. Он работал руководителем отдела журналистских расследований в изданиях Лента.ру и Газета.ру. Рады вас видеть, Александр. Здравствуйте, Михаил. Очень рад вас видеть. Сегодня мы собрали самые важные вопросы, которые волнуют наших зрителей. И первый из них – Россия и Казахстан схожи своими диктаторскими режимами и сегодня являются партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Что общего между этими государствами в контексте выборов? Ну, выборы в России и в Казахстане являются идентичными, проходят в одинаковых условиях. Можно сказать, полностью одинаковые режимы, одинаковая степень свободы, одинаковая фальсификация, одинаковая цель у организаторов этих выборов – сделать так, чтобы победил нужный кандидат. Какие политические технологии использовали кандидаты, чтобы легитимизировать выборы президента России в 2018 году? Делалось участие, допускались до выборов только нужные кандидаты. Ну, грубо говоря, актеры, которые играют роль, изображают конкуренцию. Все знают, что победит Путин. Это было не только на прошлых и на позапрошлых, и по позапрошлых выборах. И когда Медведев был, ясно было с самого начала, кто победитель, а остальные – это была массовка, которую изображали. Ну, и при этом этим людям, тем, кто изображали массовку, в качестве награды предполагалось, что они могут сделать себе пиар. Например, если это речь идет о Собчак, который участвовал в выборах, была такая шутка, что теперь она, выступая на корпоративах, может поднять себе цену, говоря, что она не просто ведущая, а кандидат в президенты бывший. Кто-то из участников предвыборной гонки получил место в парламенте? Трудно сказать. По-моему, нет. По-моему, никто не получил. Но там речь идет не только о парламенте, потому что участвовал Титов, он уполномоченный по делам, ой, по защите предпринимателей. Есть такие странные должности. У нас в России очень много странных должностей. А кто? Я даже не помню. По-моему, нет. По-моему, нет. Никто не получил точные места в парламенте, выборов в парламент не было после этого. В России оппозиционер Алексей Навальный объявил прошлогодним выбором бойкот. Многие в Казахстане сейчас сравнивают его с бойкотом, который объявил демократический выбор на 9 июня. Прокомментируйте, пожалуйста, насколько это схожие явления? Ну, со стороны, как бы, да, наблюдаю, смотрю. Ну, и абсолютно разные и бойкоты, и разные ситуации, в которых происходят. В России выборы 2018 года Путина, ну, у которых, понятно, что это были просто перевыборы Путина, проходили в совсем другой обстановке и ситуации политической в стране. Речи не шло о смещении власти. Вообще из-за позиции никто не говорил о том, что даже попытаться смести, составить серьезную конкуренцию Путину. Выборы проходили на фоне, ну, еще посткрымской эйфории. Большая часть населения была, находилась еще под воздействием таких имперских, этой имперской пропаганды, и никто не сомневался, что большая часть населения, простые люди проголосуют за Путина. И поэтому, когда Навальный говорил о бойкоте, речь шла просто, чтобы не участвовать в этих выборах, просто не приходить, остаться дома. И поэтому, естественно, от него эффект, это было больше такое личное моральное призыв бойкотировать в качестве нравственного морального качества. Бойкот не ставил из цели сорвать выборы или, там, я не знаю, изобразить, что Путин нелегитимен. Всем было понятно, что он наберет необходимое количество голосов. А то, что сейчас идет в Казахстане, речь идет о совсем другом. Речь идет о том, чтобы о смене власти, о призывах к смене политического строя режима. Это разные ситуации абсолютно. Александр, скажите, как вы оцениваете возможности казахстанской оппозиции сменить режим с помощью бойкота выборов? Ну, можно смотреть только со стороны, поскольку впечатление, что довольно шансы, ну, это трудно сказать, велики или невелики, но они точно есть, поскольку общий настрой в Казахстане, как я понимаю, очень велика степень недоверия власти со стороны населения и простых людей. И поэтому, естественно, это как бы массовое такое отношение людей, массовое возмущение, массовое желание сменить что-то, изменить что-то. И поэтому, естественно, все это вполне возможно и реально. Главное, это как организуется, насколько это будет организованное выступление, как, ну, только степень в организации. А о том, что для этого есть почва и основания, это совершенно, да, не подлежит сомнению. Сильно отличается от России. В России куда как более утрамбовано население и зомбировано пропагандой. Интересно, что вы подразумеваете под организацией? Дайте пару советов оппозиции Казахстана, чтобы достичь смены режима. Действовать согласованно, организованно. Суметь воодушевить и повести за собой людей. И, ну, если сравнивать с Россией, то в России оппозиция абсолютно разрознена, подкуплена. И, да, не пользуется таким большим доверием у большинства населения. А в России население, люди находятся под сильным воздействием пропаганды, причем пропаганды самые ужасные, милитаризма воздействием, имперских амбиций, что весь мир захватить, воевать против всех. В Казахстане люди куда как более разумные, вменяемые. И все понимают, что война это плохо, что есть хорошо, что есть. И поэтому единственный вопрос только сорганизоваться и заставить власть сдвинуться, наконец. Как-то отреагировать, отступить. Ну, разные варианты есть смены власти. Отступить, сдать позиции, назначать перевыбор. Ну, много разных вариантов. Спасибо, Александр. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? Я хочу пожелать веры в свои силы, организованности. У народа Казахстана есть большой потенциал, чтобы установить законную, демократическую, свободную власть. И все предпосылки, чтобы сменить режим. И чтобы Казахстан встал на демократический путь развития. Спасибо большое, Михаил. До свидания. Большое спасибо. Еще раз спасибо. Я хочу напомнить, что с нами на связи был журналист Александр Баринов. Мы обсудили ключевые вопросы о переменах в стране. Это был проект «Диалог» и его ведущий Михаил Тишин. До скорого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА